Привет, ребята, с вами Любопыт. И сегодня по просьбе подписчика я буду делать Лего Балди. Но не того ужасного Балди аниматроника, которого сделал Лего Рэд, а обычного Балди. Итак, за основу я, разумеется, беру синие ноги и зелёный торт с руками. Руки, наверное, я всё равно буду перекрашивать, так что возьму их, пожалуй, самые заурядные. Вот такие вот. То есть это не сами руки, конечно, а кисти рук. Итак, прежде всего нужно взять ватный диск, жидкость для снятия лака и убрать вот этот вот принт. Я сразу решил взять нужного цвета детали, чтобы потом не красить их. Пока я стираю принт, хочу выразить своё мнение об игре Baldis Basics Education. Как-то не помню, как она называется. Да, лично я считаю эту игру лютой дичью, хотя сам в неё ни разу не играл. Во-первых, начнём с того, что в этой игре убогая графика. Ну, хотя я, в принципе, не обращаю большого внимания на графику. И мне как-то пофиг. Кто-то считает, что графика не главная, я тоже. Хотя я и раньше бывал, встречал игры с плохой графикой. Но с настолько плохой графикой, я видел игру впервые в жизни. Я, серьёзно, с такой убогой графикой я ни разу в жизни не видел игр. И из этого косяка следует второй косяк. Трэшовые персонажи. Кроме Baldi, там всякие ещё... Не понял даже кто. То ли директор, то ли ещё какой-то ученик, который просит с тобой поиграть в какалочку. Ну, в общем, это... Тоже ерунда какая-то. Ну и, наконец, эта игра сделана в жанре хоррор. Да только хоррором тут и не пахнет. Вообще не страшная игра. Что, как я уже сказал, это не игра, а лютая дичь. Да, кстати, принт уже стёрся. Теперь можно приступать к голове. Голова будет сделана с нуля. Для этого понадобится полимерная глина. Во-первых, скатываю из неё шарик. Это будет голова Baldi. Немножечко придаю ей вот такую вот форму яйца. Слегка. Ну, даже скорее яйца, а просто вот так вот. Ну, делаю что-то вроде подбородка. Вот. Эту конструкцию я надеваю на штырь. На торсе. Ой. Плохо наделось. Потерял форму. Нет. Проделаю-ка я лучше кисточкой дырку сначала. Теперь голова сидит на торсе, как надо. Ну, а теперь делаем черты лица. Во-первых, возьму-ка я ещё кусочек глины. Сначала его только изомну, чтобы было легче лепить. Ну, а теперь можно лепить. Начнём с носа. Тут не надо никаких стараний. Стараний, он у него большой, круглый, как картошка. Можно просто вот так вот взять какую-то каплю. Ну, хотя нет, всё-таки форму капли надо придать. У него такой вот каплевидный маленько нос. Во. Лепим его к голове. И примазываем с помощью шила. Но острый делать не обязательно. Их я у него вообще не наблюдаю. Следующий штрих – это глаза. Здесь тоже никакой возни особой не нужно. Да, тут вот только какой-то косяк поступает. Ещё немного принты и какая-то грязь на торсе. Ничего, я ацетоном это стищу. Он ещё треснутый, вон, оказался. Ну, ничего, подправлю потом. Так, так что насчёт глаз? У него глаза... Так, ну-ка сейчас посмотрю в интернете. Подождите, у него чисто чёрные глаза или белые со зрачками? Да, глаза всё-таки у Балди белые с чёрными зрачками. Так что сначала скатываю с полимерной глины два маленьких шарика. Немного расплющиваю их. Получаются два таких вот, ну, что-то вроде блина. И поделываю к голове. Раз. И два. Во! Такие вот глазищи. Ну, чтобы сделать зрачки, надо, разумеется, скатать ещё два маленьких шарика. Вот первый шарик. О, нет, он слишком большой. Разделю пополам. Вот теперь то, что надо. Первый зрачок. И второй зрачок. Вот. Выглядит уже достаточно прикольно. Так. Ну, следующая деталь – это рот. Просто скатываю колбаску с полимерной глины. Не такую тонкую, но и не такую толстую. И из этого делаю рот. Только нужно две колбаски. Раз. И два. Вот так вот он смешно выглядит. Это, я говорю, никакая это не хоррор игра. Сам-то Балти выглядит смешно. Даже смешнее выглядит, чем в игре у меня. Так. Ну, и на финалочку надо сделать волосинку на его лысом черепе, который у него всё-таки присутствует. Скатываю ещё одну тоненькую колбаску. Приляпываю к голове. И примазываю её, чтоб не отвалилось. Ну вот. Теперь башка Балти готова к запеканию. Но надо заодно ещё и линейку егошню слепить. А то, как же Балти без линейки? Это, наверное, его самый узнаваемый атрибут. Так. Некогда мне сейчас искать доску для лепки. Возьму обычную крюшку. Пластиковую. Скатываю колбаску. Немного её расплющиваю. Расплющиваю. И с помощью канцелярского ножа Сделаю на ней шкалу. Всё. Ну, теперь можно запекать все детали. Ребят, когда я запекал голову, Что-то пошло не так. И вот смотрите, как она оплавилась. Это просто жесть, ребята. В общем, мне пришлось заново лепить голову и... Ой. Ааа. Ну я криворукий. Чёрт. Ещё и волосок на голове откололся. Твою мать, а. Блин. Ладно, приклею его. Суперклеем. Ну так вот, я чё хотел сказать. Голубь мне пришлось перелепить и запекать по новой. Ну, блин, я накосячил, конечно, опять. Но тут он тоже немножечко оплавился. Здесь он ещё мятенько. Это надо поправить с помощью самоотвердевающей глины. А линейка почему-то получилась тоже кривая. Но я её уж в овальную шкуру подправлю. Ладно, сейчас я буду исправлять свои косяки. Подправив косяки, я загрунтовал те детали, которые нужно. А именно голову, линейку и ладони. Так. Будем теперь красить. Начнём, пожалуй, с головы и ладоней. Так. Красть мы их будем одним цветом. Нужно смешать телесный, только при этом он будет бледнее, чем обычный. Нужно использовать примерно вот такой цвет. Чтобы его получить, я смешал белый, жёлтый, оранжевый, красный и коричневый. Разумеется, больше всего взял белого, а всех остальных цветов по чуть-чуть. И получил тот цвет, который мне как раз нужен. Этим цветом мы полностью покрываем голову и ладони Балди. Так, чтобы было удобней, надену голову на вот конец кисточки. И вот так будет удобней красить. Субтитры создавал DimaTorzok И так основной цвет высох. Теперь я смешал уже цвет из белого, коричневого и жёлтого. Красный и оранжевый я уже не добавлял. Этот цвет я наношу поверх основного. Уже сухой, жёсткой кистью. Руки, думаю, тоже не мешало бы покрыть данным цветом. Краска высохла. Ладони, наверное, можно отложить. Они уже полностью готовы. Займёмся головой. Не надо на ней ещё рисовать детали. Такие как глаза, брови, рот и так далее. Начнём, пожалуй, с глаз. Для этого беру, как разумеется, белую краску и осторожненько ею крашу глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Глаза высохли. Теперь чёрным можно нарисовать зрачки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хм, по-моему, уже получается прикольно. Ну и, наверное, можно сразу же и к другим деталям приступать. Сделаю-ка я ему сразу губы красной краской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, какой прикольный. Итак, следующая деталь – это брови и волосинка на голове. Их я делаю светло-коричневым цветом. Так, только как бы поудобнее взять фигурку. Блин, неудобно. О, вот так вот удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во, какое лицо Балди получилось классное. Ну ладно, займёмся теперь линейкой Балди. Да, только после того, как я её подровнял шлифовальной шкуркой, она стала чуточку короче. Ну, ничего страшного. Итак, чтобы её покрасить, для начала вставляем ладони Балди в его руки. Предварительно залакированные. Ну, не сами руки, конечно, а ладони. Ладоник, если кто не понял, я залакировал сначала, а потом вставил в руки. Эй, а вот это вот не хочет вставляться. Давай... О, вставилось. Отлично. Но не до конца, кажется, вставилось. Вот, вот теперь до конца. Так. Самое главное, чтобы она подвижность сохранила, а то потом будет, как с бабкой Грэнни. Приклеилась ладонь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это косяк. Ну, ничего, подправлю его потом. Так. Ну, ладно, займёмся уже линейкой, наконец. Вставляем линейку в ладонь. Блин, ну реально она какая-то короткая получилась. Балди она подлиннее. Мне кажется, надо серьёзно удлинить линейку. Вот чуть-чуть ещё. Буквально. Как раз она была нужной длины, стала короткой. А, фиг с ней. Да и вообще, просто так её покрашу. Без приспособлений. Я хотел просто вставить её сначала в ладонь. И сначала покрасить одну половину, потом, дождаться пока она высохнет, переместить и покрасить вторую. Потому что сейчас я её просто думаю покрашу, а потом положу сохнуть. Она присохнет к бумаге. Потом оторву и краска слезет. И придётся красить по новой. Ладно, просто так покрашу лучше. Ребят, мне совершенно не понравилась первая линейка для Балди, которую я сделал в глине. И поэтому я решил сделать для него другую из картона. Вот так вот покрасил и потом чёрной ручкой нарисовал на ней шкалу. Мне кажется, новая линейка выглядит гораздо лучше старой. Так, ну, вроде бы всё хорошо, только вот на торсе, как вы видите, вот такой косяк съесть. Какие-то белые пятна, не знаю, почему они здесь. И, кроме того, блин, вот, сейчас сфокусировалось, видно, что здесь есть трещины. Надо это как-то убрать. Для этого я возьму светло-зелёный и тёмно-зелёный цвета. Ну, а точнее, светло-зелёный называется парижская зелень, а тёмно-зелёный называется просто зелёный. Всё равно суть в том, что мне их нужно смешать. Ну, и я думаю, нужно ещё капельку жёлтого добавить, чтобы было похоже на оригинальный цвет. И ещё чёрного. Вот, получилось как раз то, что нам нужно. Ну, хотя, вроде, немножечко темнее. Ну, не беда. Всё. Покрасим торс вот в этот цвет. Только вот ноги покрасились. Ничего. Оп. И всё, окраски нету. Ладно. Ждём, пока высохнет. И залакируем. Ребят, торс готов. Всё покрасил я и уже покрыл лаком. Да, правда, трещина тут, вон, видна до сих пор. Но, хотя бы, теперь не видно пятен. Это хорошо. Теперь чисто цвет. Никаких вот этих вот белых пятен. Ну, а на трещину можно закрыть глаза. Так. Всё. Надеваю назад голову. Вот. Она прикольная такая. И остаётся вставить ему в руку линейку. Да, только вот она ему в руку не вставляется. Но ничего, сейчас я её к пластилину прикреплю. Я аж не собираюсь с нами эту приделывать. Я хочу, чтобы можно было сделать так, типа он её то в руку берёт, то наоборот из руки убирает. Вот так вот просто. Оп. И всё. И Балди у нас с линейкой. Ну всё. Фигурка злобного макиматика. Только он пока ещё не злой, а улыбается. Видимо, его ещё не заслили. Ну, в общем, она готова. Ставьте лайк, если она вам понравилась. И до новых встреч на канале Любопыт. А. Балди у меня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...